Не так давно российский лидер Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики. На совещании обсуждалось множество вопросов, связанных с ценами на газ в Европе. По ходу беседы Владимир Путин подчеркнул, что прокачка газа через Украину увеличилась на 8%, но больше увеличения поставок ждать не нужно, потому что это невыгодно для самой России. Владимир Путин выступил за поставки газа по новым трубопроводам, которые работали в последние годы и работают сейчас. По его словам, прокачка по ним обходится дешевле примерно на 3 миллиарда долларов в год, а количество выбросов СО2 в атмосферу почти в 6 раз меньше. По словам президента, это должно заинтересовать тех, кто думает, действительно думает и не использует это как средство политической борьбы в защите окружающей среды. В ходе встречи Путин заявил, что Россия готова работать над стабилизацией мирового энергетического рынка. По его словам, до конца этого года страна может снова достичь рекордного объема поставок энергоносителей в Европу, в том числе и газа. Кроме того, Путин сказал, что Газпром никогда не отказывал в увеличении поставок газа иностранным потребителям, когда они получали запросы об этом. Между прочим, премьер-министр Польши заявил, что Россия несет ответственность за рост цен на энергоносители. По его словам, Газпром искусственно завышает цены на газ. Об этом политик заявил на пресс-конференции. Цены на энергоносители в основном создаются искусственно, путем закручивания клапана. Можно сказать со стороны России, Газпрома, сказал премьер-министр Польши. Он обнаружил, что это привело к беспрецедентному увеличению затрат на энергию. Премьер-министр отметил, что польская сторона предостерегала от подобного сценария событий. По его словам, на предстоящих саммитах будет подробно обсуждаться энергетическая политика ЕС и цены на энергоносители. «Чтобы защитить конкурентноспособность польской и европейской промышленности, мы предложим комплексные решения в ходе обсуждения в Европейском Совете через две недели», — подчеркнул он. Кстати, цены на газ обвалились после своего резкого роста. В первой половине дня 6 октября фьючерсы возобновили свои максимумы, превысив 1900 долларов за 1000 кубометров. В 11.28 по московскому времени они торговались на уровне 1924 долларов. Через несколько минут началось снижение. Сначала цены упали до 1534 долларов, через час до 1317 долларов, а затем до 1243 долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова